тема лекции патологическая физиология системы крови анемии в ходе сегодняшней лекции разберем следующие вопросы понятия анемии эритропояс нормальные показатели системы крови патологические формы эритроцитов классификация анемии и начнем с понятия анемия анемия это типовой патологический процесс системы эритроцитов или же синдром который встречается при большинстве заболеваний и характеризуется тремя группами взаимосвязанных между собой признаков это снижение количества гемоглобина и эритроцитов в единице объема крови качественные нарушения гемоглобина или эритроцитов нарушение многочисленных функций организма в связи с развитием гемической гипоксии выделяют ряд клинических признаков характерных для анемии это бледность кожных покровов и слизистых оболочек повышенная утомляемость слабость головокружение головная боль одышка тахикардия аритмии боли в сердце изменения на электрокардиограмме шум в ушах увеличенная скорость оседания эритроцитов снижение вязкости крови систолический шум на верхушке сердца и шум волчка на иремных венах шум волчка на иремных венах обусловлен как раз снижением вязкости крови разберем эритропоэс и прежде чем разбирать данный процесс давайте дадим ему понятие что такое эритропоэс эритропоэс это процесс образования эритроцитов эритроциты образуются в красном костном мозге в эпифизах трубчатых и полости губчатых костей основной фактор стимулирующий эритропоэс это недостаточное содержание кислорода в тканях то есть явление гипоксии родоначальной клеткой для всех форменных элементов крови является полипатентная гемопоэтическая стволовая клетка которая делится методическим путем шесть-семь раз и превращается в клетку предшественницу милопоэза от слова милон красный костный мозг далее клетка предшественницы милопоэза делится семь-восемь раз методическим путем превращаясь в эритропоэтин чувствительную клетку которая также называется колония образующей единицы эритроцита как видны из названия эритропоэтин чувствительная клетка чувствительны к эритропоэтину который главным образом синтезируется почкой в условиях ишемии гипоксии также эритропоэтин может синтезироваться другими органами печенью например но очень небольших количествах зачем же нужен этот эритропоэтин он эритропоэтин способствует тому что в клетку начинает поступать железо в степени окисления 2+. железо необходимо для синтеза гемоглобина следующей стадии давайте разберем на данном изображении чтобы видно лучше было значит эритропоэтин чувствительная клетка методическим путем делится и превращается в эритробласт эритробласт превращается в пронормоцит далее бозофильный нормоцит полихромотофильный нормоцит нормоцит оксифильный ретикулоцит и эритроцит что здесь необходимо отметить все клетки предшественницы эритроцита за исключением ретикулоцита имеют ядро которое уменьшается в размерах постепенно также необходимо отметить по поводу бозофильного полихромотофильного и оксифильного нормоцита значит в чем их отличие бозофильный нормоцит он имеет бозофильный нормоцит он имеет в своей цитоплазме большое количество рибосом на которых начинается интенсивный синтез гемоглобина и ряда других белков и как раз рибосомы и придают бозофильную окраску данной клетке нормоцит полихромотофильный он имеет в достаточном количестве как гемоглобин так и рибосомы еще оставшиеся и нормоцит оксифильный имеет большое количество новосинтезированного гемоглобина что касается ретикулоцита то данная клетка у млекопитающих уже не имеет ядра но он содержит в цитоплазме зернисто-сетчатую субстанцию которая представляет собой стареющие митохондрии остатки эндоплазматической сети или ЭПС а также рибосом при окраске по романовскому гимзе ретикулоциты неотличимы от зрелых эритроцитов наличие в них сетчатой субстанции выявляется лишь при окраске крезиловой синькой часть ретикулоцитов выходит из красного костного мозга в кровь периферическую где они составляют от 2 до 10 промилей в норме следующий вопрос который необходимо разобрать это нормальные показатели системы крови в норме содержание эритроцитов у женщин составляют от 4 до 5 тералитр или 10 в 12 на литр у мужчин от 4,5 до 5,5 тералитр гемоглобины у женщин в норме от 120 до 150 грамм на литр у мужчин от 130 до 170 грамм на литр средний диаметр эритроцитов от 6,7 до 7,7 мкм MCV или средний объем клетки эритроцита составляет от 80 до 100 кубических микрометров MCV или средний объем эритроцитов MCV или средний объем эритроцитов вы сказали MCH или среднее содержание гемоглобиновой эритроциты в абсолютных единицах составляет от 25 до 36 пикограмм MCH-C 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 это средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах составляет от 310 до 370 грамм на литр цветной показатель рассчитывается следующим образом гемоглобин делится на содержание эритроцитов умножается на 0,03 или же MCH то есть среднее содержание гемоглобина в эритроците в абсолютных единицах умножается на 0,03 и в норме составляет от 0,9 до 1,1 Следующий вопрос, который мы разберем в данной лекции это патологические формы эритроцитов Патологические формы эритроцитов это наличие в периферической клеве человека необычных по качеству и количеству эритроцитов а также форм их развития Образование регенеративных форм эритроцитов патологических обусловлено активацией защитных функций костного мозга Образование дегенеративных патологических форм эритроцитов обусловлено поломом в системе эритроцитов а также системе гемопоэза. Среди регенеративных патологических форм эритроцитов выделяют и ядерные, и цитоплазменную формы. Дегенеративные формы эритроцитов включают анизоцитоз, пойкилоцитоз, анизохромию и необычные формы эритроцитов. И начнем подробнее все это разбирать с дегенеративных форм эритроцитов, а именно нас интересует анизоцитоз. Анизоцитоз это изменение размеров эритроцитов. Выделяют физиологический анизоцитоз и патологический анизоцитоз. Физиологический анизоцитоз включает в себя наличие следующих форм эритроцитов. Это мезоциты или нормоциты, микроциты и макроциты. Мезоциты или нормоциты имеют размеры от 6,7 до 7,7 микрометров. Их процентное содержание в периферической крови составляет 68%. Встречаются данные клетки при острой постгеморрагической анемии, а также гемолитической анемии. Микроциты имеют размеры менее 6,7 микрометров. Составляют 15,5%. Встречаются при железодефицитной анемии, хронической постгеморрагической анемии, а также болезни Минковского шафара. Макроциты имеют размеры более 6,7, но менее 9,5 микрометров. Составляют 16,5%. Встречаются при гемолитической болезни новорожденных, а также гипо- и апластических анемии. Патологический анизоцитоз включает анизоцитоз микроцитоз, который образуется при процентном содержании микроцитов, превышающем 50%. Анизоцитоз макроцитоз, процентное содержание макроцитов превышает 50%. Анизоцитоз мегалоцитоз, характеризуется образованием клеток. Мегалоцитов, которые имеют размеры более 9,5 микрометров и встречаются при мегалобластной анемии, P12-дефицитной анемии, а также фолиево-дефицитной анемии. Пойкилоцитоз. Пойкилоцитоз – это изменение формы эритроцитов. И сразу необходимо дать понятие и запойкилоцитозу. И запойкилоцитоз – это однонаправленное изменение формы эритроцитов, что встречается при различных наследственных заболеваниях, таких как серповидно-клеточная анемия, которая характеризуется образованием серповидных эритроцитов. Значит, выделяют огромное количество форм эритроцитов, которые мы описывали еще со времен открытия микроскопа. И наиболее распространенные – это акантоциты. Акантоциты – это неравномерное образование акантоциты. Это эритроциты с неравномерно распределенными по поверхности роговинными выростами. Эхиноциты – это эритроциты с равномерно распределенными по поверхности шиповидными выростами. Стоматоциты – это так называемые улыбающиеся эритроциты, то есть в центре они имеют просветление в форме рта. Дегмоциты – это надкусанные эритроциты, сфероциты. Клетки имеют сферическую шаровидную форму. Мишеневидные эритроциты или кодоциты имеют в центре так называемую мишень, образованную гемоглобином, встречаются при увеличении содержания холестерина в эритроците, что увеличивает площадь поверхности. Образование мишеневидных эритроцитов или кодоцитов встречается при альфа-бета-толосемиях, интоксикациях тяжелыми металлами, например, свинцом, плюмбом, болезнях печени, абтурационной желтухи. Овалоциты или элептоциты. Эритроциты имеют овальную или элептовидную форму. Серповидные эритроциты или дрепаноциты. Образование данной формы эритроцитов связано с наличием в них патологической формы гемоглобина типа С, который способен полимеризоваться и деформировать плазматическую мембрану эритроцита. Это каплевидные эритроциты или дакриоциты. Шизоциты – это осколки эритроцитов, которые образуются при их разрушении неправильной формы размером от 2 до 3 микрометров. И шлемоциты – это осколки также эритроцитов в форме шлема. Следующей разновидностью патологических форм эритроцитов дегенеративных является анизохромия, то есть изменение окраски эритроцитов. Выделяют нормохромные эритроциты, гипохромные эритроциты, гиперхромные эритроциты и анизохромные эритроциты. Анизохромия или анизохромные эритроциты характеризуются наличием в периферической крови нормохромных, гипохромных, гиперхромных эритроцитов. Нормохромные эритроциты в ценных показателях составляют от 0,9 до 1,1. Гипохромные – менее 0,9 и гиперхромные – более 1,1. Необычные формы эритроцитов – это эритробласты и мегалобласты. Переходим к рассмотрению регенеративных форм эритроцитов. И они включают в себя пронормоциты, нормоциты, о которых мы уже говорили, это базофильные, оксифильные и полихроматофильные, а также эритроциты с тельцами жали и кольцами кебета. Здесь важно отметить, что именно кольцами кебета, а не кобои, кебота, как пишут в русскоязычных учебниках, все это пошло в результате неправильного перевода. Так вот, тельца жали – это остатки ядерного хроматина округлой формы сине-фиолетового цвета. Кольца кебета представляют собой нитевидные остатки ядерной мембраны или кариолемы – сине-фиолетового цвета. Цитоплазменные – регенеративные формы эритроцитов. Это полихроматофилы и ретикулоциты. Полихроматофилы, увеличение их количества, называется явлением полихромазии. В норме количество полихроматофилов составляет от 0 до 6 промиллей. Ретикулоциты. В норме содержание ретикулоцитов составляет от 2 до 10 промиллей. Или же от 0,2 до 1%. Увеличение содержания наблюдается при таком явлении, как ретикулоцитоз. Важно отметить, что это одни и те же клетки. И различить их можно только при различных окрасках. То есть полихроматофилы мы можем увидеть при окраске по Райту или Романовскому гимзе. А ретикулоциты выявляют при суправитальной окраске красителем бриллиант Крезил Брау. Переходим к рассмотрению заключительного вопроса нашей лекции. Классификации анемий. По этиологии выделяют приобретенные и наследственные анемии. По патогенезу выделяют постгеморрагические анемии, то есть анемии после кровотечения. Гемолитические анемии, связанные с гемолизом эритроцитов. И дизоритропоэтические анемии, связанные с недостаточным образованием эритроцитов. Следующая классификация анемий. Это классификация по патогенезу с учетом причинных факторов. Это классификация Алексеева. Георгия Алексеевича, советского терапевта, гематолога. Выделяют по патогенезу с учетом причинных факторов постгеморрагические анемии, которые подразделяются на острые и хронические. Гемолитические подразделяются на приобретенные с внутрисосудистым гемолизом и наследственные с внесосудистым гемолизом. И дизоритропоэтические. Это дефицитные, связанные с В12 дефицитной анемией, фолиеводефицитной анемией, железодефицитной. Миелотоксические, гипо- и апластические, а также метапластические. Анемии по типу кроветворения. Выделяют анемии с эритробластическим или нормобластическим типом кроветворения и анемии с мегалобластическим типом кроветворения. В этом случае будет наблюдаться образование мегалобласт, меглоцинта. По цветному показателю выделяют нормохромные анемии, при которых цветной показатель составляет от 0,9 до 1,1, гипохромные менее 0,9 и гиперхромные анемии более 1,1. Классификация анемий по функциональному состоянию костного мозга. Выделяют гипорегенераторные анемии, регенераторные, гиперрегенераторные, арегенераторные и дисрегенераторные. Становимся подробнее на каждом виде. Гипорегенераторные анемии характеризуются снижением количества ретикулоцитов в крови. То есть это от 10 до 20 промиллей. Гипорегенераторные анемии связаны с тем, что ретикулоцитов в крови от 20 до 100 промиллей. Гиперрегенераторные ретикулоцитов в крови более 100 промиллей. А регенераторные анемии связаны с тем, что ретикулоцитов в крови менее 2%. Напомню, что в норме ретикулоцитов от 2 до 10 промиллей. Есть регенераторные анемии. В этом случае выделяют рецидив и ремиссию. Рецидив ретикулоцитов менее 2 промиллей, 0 промиллей. Также характерно наличие меглобластов, мегалоцитов и ремиссия ретикулоцитов более 10 промиллей. До 20 промиллей также наблюдаются единичные мегалоциты. На этом все. Спасибо за внимание.